приветствую всех на зоне лазерсона сегодня у нас зона будет такой абдоминальной потому что сегодня приготовлю блюдо которое называется почки по-русски но кто как не я старый русский должен показать вам это блюдо я очень люблю почки и почки по-русски это конечно же классика и начинаю с почек почки конечно же говяжьи или телячь и посмотрите какие у меня какая у меня почка вот коровка дала мне свою почку квартиру хочет купить знаете ли коровка вот смотрите это почка это такая молодая молодое было животное машина не очень большая это почка хорошая почечка у меня лежала в холодной воде пару часов я иногда менял воду хорошо бы ее вымочить это не дико обязательно но желательно а теперь я просто начну ее варить без соли без перца без лаврового листа без овощей только с душой я буду ее варить потому что это очень важно смотрите почка отправляется в кастрюлечку с холодной водой и я просто ее включу вначале максимальный нагрев чтобы быстро закипела потом я сниму пену и буду варить на маленьком огне иногда я буду менять воду то есть эту почку я сварю в трех водах 1 2 3 и она будет вариться примерно час в целом примерно по 30 минут в каждой воде это вопросы технические я вам показывать не буду мы с вами встретимся тогда когда я уже достану почку из третьей воды когда она будет полностью сварена и посмотрим что будет дальше вот друзья почки вдовариваются в третьей воде собственно почка готова это да ну понятное дело что если пена образуется особенно при первой варке значит надо ее снимать я сейчас почку промою холодной водой и пока на друзья мои я почищу соленые огурцы я люблю чистить не люблю огуречную кожу но вы имеете право не чистить кислиночка для почек очень хороша ну наверное поэтому почки называются по-русски из-за использования такого традиционного русского продукта соленых огурцов хотя соленые огурцы кстати очень популярны в германии в польше и в прибалтике между прочим вот смотрите на говяжья почка я сейчас вот так разрезаю ее видите внутри внутри почки есть вот такое образование жирка вот его надо удалить потому что он такой весьма знаете ли пахнущий вот видите вот жира под жирочек такой он пахнет как раз сильно и почки принято нарезать знаете ли такими весьма тонкими ломтиками вот пошли у меня ломтики почек это уже финальная нарезка почки у меня полностью готовы собственно дальнейшая обработка будет их весьма быстрая в общем сейчас я буду делать такой соус с солеными огурцами по сути я сейчас почки пока держу на доске вот у меня огурцы я переключусь на лук тогда я меньше буду терять времени смотрите друзья я сейчас лук нарезаю мелко и начну его жарить в сотейнике в котором буду я и жарить и одновременно готовить почки в соусе они по сути у меня будут вот смотрите сейчас начинается уже непосредственно приготовление блюд нагрев вот растительное масло я начинаю жарить лук я могу лук класть в неразогретый на сотейник он сейчас все равно начнет жариться также немножко пятен морковочки люблю я положить это будут такие вот знаете ли кубики яркие пятна морковки мне украсят по цвету дадут такую тоже дополнительную сладость вот морковка пошла вот так красота и я тем временем друзья нарезаю соленый огурчик тоже знаете ли нарежу я его такими брусочками для разнообразия вот так вот это огуречная часть видите даже огурцов примерно столько же сколько почек я люблю чтобы огурчиков было много но количество огурчиков может быть еще все-таки несколько меньше смотрите сами и рядышком мне ничего не мешает нарезать картошку это уже будет гарнир друзья картошка в почках непосредственно не будет у меня валяться это гарнир я нарежу картошку брусками потому что почки по-русски прекрасно сочетаются просто с жареной картошкой заодно мы сейчас с вами вспомним как правильно жарить картошку потому что это непростая вещь между прочим картофанчик вот смотрите друзья вот здесь у меня уже сейчас все хорошо видите легкая золотиночка у лука есть морковочка есть теперь смотрите что я сделаю я сейчас сухой ложечкой добавляю сюда трошечки муки вот так чуть-чуть муки и обжарю ее вместе с овощами после добавления муки я имею право положить огурчики и прогрею их вместе с мукой и луком и морковкой и сразу же могу добавить знаете что томатную пасту вот никаких помидоров не надо мне многие пишут зачем ты пользуешься томатной пастой есть же помидоры да к черту помидоры мне здесь вкуснее с томатной пастой даже когда знаете ли идет сезон помидоров чутка томатной пасты и все это прогревается вместе смотрите получается такая густая штукенция за счет муки сейчас чуть-чуть это все прогреется и тогда я сюда налью водичку и уже буду это по сути тушить до размягчения огурцов друзья немножко горяченькой воды вот так вот я сейчас складываю картошку в мисочку и холодной водой и промою от чтобы смыть крахмал с каждого ломтика потому что это обеспечивает слепание картошки а я этого не хочу промываю вот картошка промыта я сейчас пока донесу ее сюда будучи залитой холодной водой и теперь смотрите я картошку выкладываю на бумажное полотенце чтобы тщательно обсушить чтобы вода не попадала в сковородку и вода которая есть на картошке она дополнительно картошку охлаждают делают ее более холодной поэтому за счет испарения поэтому тщательное обсушивание здесь у меня тушится до огуречный соус с томатиком я сейчас его попробую огурцы уже отдали соль которая есть в них для объективности но соли мало поэтому я смело добавляю немного соли щепотку сахара могу добавить лаврушку одну и парочку горошин черного перца вот так готовлюсь жарить картошечку в качестве гарнира я ставлю сковородку сейчас не на максимум вот картошки очень важно нагреваю не на максимуме вот видите как я картошку сейчас обсушиваю со всех сторон сковородка нагревается я в нее уже дам растительное масло почки пойдут в самый последний момент друзья потому что они уже полностью готовы я не хочу их так узнаете ли переваривать хороший такой сейчас у меня бархатистый соус за счет муки которая была прожарена в контакте с маслом все заиграла мои почки заиграли я пока могу еще нарезать немного лука для уже для картошки картошка всегда вкусно когда она жарится с луком в начале картошка а потом будет добавлен лук вот лук который пойдет в картошку я сейчас вам обосную друзья возвращаясь картошки почему не на максимальном нагреве я сейчас разогреваю масло не на максимальном нагреве но непосредственно перед тем как я положу туда картошку я резко подниму температуру в сковородке резко увеличив нагрев до максимума зачем когда холодная картошка попадает в сковородку температура масла резко падает так вот я перед картошкой дать даю скачок температуры вверх и тогда падение температуры масла будет не таким сильным и картошка быстро схватится коркой вот этот трюк резко увеличить нагрев перед добавлением картошки очень важен друзья ставлю максимальный нагрев и начинаю вот так я видите прямо в бумажном полотенце несу картошку и от себя чтобы брызги уж если пойдут пошли они не на тебя а допустим на стенку у меня правда стенки нету потому что я для вас сейчас работаю и смотрите вот так идет картошка и какое-то время я держу этот самый максимальный нагрев друзья чтобы картошка хорошенько схватилась коркой но я ее переворачивать какое-то время не буду надо иметь терпение чтобы она с одной стороны корка этой самой уже схватилась а знаете этот соус надо тушить томить до того состояния огурцов соленых которые вы любите кто-то любит чтобы они были очень мягкими а кто-то любит чтобы они были немножко аль денте с хрустинкой вы знаете вот для меня лично это не важно я ем и так и сяк поэтому я вам просто рассказываю чтобы вы сделали так чтобы вам было хорошо вот вкус меня вполне устраивает ароматы в этом соусе уже есть и теперь и теперь после вот смотрите картошку уже могу перемешать один разочек потому что видите она уже начинает схватываться у меня корочка и вот теперь после первого переворачивания картошки я уменьшаю нагрев до предыдущего у меня был 200 я поставил 240 и теперь снова 200 и теперь смотрите пока у меня жарится картошка я сейчас сделаю еще одну вещь я добавлю сюда в этот соус который подбулькивает видите немножко сметаны ну согласитесь что сметанка то это русский продукт русский продукт сметанка и вот так перемешаю сразу пойдет так видите такая нежная забелка пойдет и сметана не будет хлопьями идти расслаиваться потому что в соусе есть немного муки вот картошечка я опять ее перемешиваю я могу это делать каким-нибудь прибором посмотрите видите она у меня не слипается она у меня достаточно хорошо жарится потому что я предпринял все меры для того чтобы процесс происходил правильно вот уже пора добавить лук я пока его брошу сверху и не буду перемешивать вот так пусть он пока немножко паром пробьется так сказать и вот теперь пошли почки смотрите финально пошли почки я их сейчас сюда вмешаю цвет у соуса шикарный вот на мой взгляд не потому что я готовлю а потому что просто цвет хороший когда томат забелен на каким-то молочным продуктом жирным да ну и я тем временем начну готовить тарелку для подачи ну вот смотрите как мы одновременно приближаемся к финалу и применительно к почкам применительно картошки я обещал поставить красивую тарелку вот так не видится подача почек в достаточно хороший бортик поэтому соус никуда не денется и сейчас я вам покажу как допустим совершенно просто сделать так чтобы в тарелку картошка попала с наименьшим количеством масла зачем нам это это масло да то есть как обезжирить картошку ну можно ее откинуть на сито конечно да и жир стечет это можно но я просто не хочу мазюкать сито вы смотрите что я делаю сейчас вот так сгоняю картошку в одну сторону сковородки теперь подкладываю ложку выпуклой части под сковородку видите что и у меня сейчас жир будет масло лишнее эффективно будет стекать вниз сковородка просто еще горячий сейчас жир стечет я аккуратно соберу картошку и положу ее на тарелку вот собственно и все вопросы связанные с обезжирением картошки чтобы не допустим не запачкать сито и теперь я положу картошечку на тарелька обратите внимание я ее не солил помните при жарке это не принято делать вероятно из картошки будет вытекать сок и он будет стрелять тогда я уберу сейчас сковородку и вот только теперь я ее присолю и смотрите у меня есть черпачок я забыл в какой стране на блошином рынке я его купил я очень люблю вот такие вещицы везите мне с блошинных рынков друзья сейчас правда мы нигде не бываем вот посмотрите на эти почки не хотел бы я конечно чтобы это были мои почки в смысле мои почки но это все таки мои почки смотрите такая видите обильная у меня тарелка я конечно сейчас попробую мне важно попасть немножко картошечки положить чтобы мне обязательно попала пару ломтиков почки и вот чтоб соленый огурчик был есть прекрасно почки они мягкие но они всегда имеют такую знаете ли упругость такова структура почки это очень интересно во рту себя ведет огурчик достаточно мягенький кислинка есть и все это уравновешивается хороший правильно поджаренный картошкой друзьям так что это были почки по-русски подписывайтесь ставьте лайки этим вы каналу помогаете нажимайте на колокольчик и очень важно берегите свои почки пока друзья пока 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 пока